Этот человек жил в бедноте, мой дядя, то есть бедная, нищенская там семья, всё, вот, но он увидел первые деньги, когда ему, конкретно там мои родственники давали десятину, ему отдавали. Он забирал у своей сестры, та работала бухгалтером, 180 рублей, всю её зарплату. Она до сих пор, родная сестра, там, тётка уже там, уже внуки там, всё, она его боится на каком-то физическом уровне. Это как вообще? Это мне вообще даже в голову, как вот так у меня бы брат там какой-то забирал. То есть такая манипуляция, видать, была мощная, что там не отдашь, в ад попадёшь, или как-то там, я не знаю. Вот, и как бы вот, и она вынуждена была отдавать. И когда этот человек почувствовал вот такие деньги, и потом он сам рассказывает, он говорит, вот там человек с севера приехал, то есть у меня раньше были аудиопроповеди, я их слушал как бы раньше, там, когда на машине ездил, на Сибирск ещё. Человек приехал с севера, этот, я говорю, хочу с вами общаться, а я с вами не хочу общаться. Ты десятину платишь? Нет. Сколько ты на севере работал? Ну, там, предположим, там, пять лет. У тебя зарплата какая там? Сто рублей. Вот, посчитай теперь, сколько ты денег должен, ну, отдать десятину. А тому как бы хочется общаться. И тот такой, а кому десятину отдать? А дядюшка говорит, отдай мне, а я знаю, куда её использовать. Вот. И я уверен, что деньги были использованы, часть куда-то там, на плёнке, там, вот это всё. Вот. И, но часть денег, то есть, ну, как-то раз потом там что-то там появлялось, или как-то, я не знаю, говорят, что, как бы, он же не тратит там на себя куда-то. Ну, понятно, в портках, там, в заплатах, то есть, речь не об этом. У каждого человека есть, знаете, свои какие-то такие любимые дела, что ли, или как-то вот кайфушечки такие, ну, так, молодёжным сленгом. Один любит путешествовать, другой, там, поесть, третий, на тачках покататься, там, на лошадях, ещё что-то. А этот человек, его кайфушечка такая, он любил покупать людей и потом ими манипулировать. То есть, это вообще самое прям, ну, до сих пор, как бы, любит, я до сих пор это вижу, покупать людей. Меня купить не получилось. Ну, во-первых, не хватило ума, что, ну, как бы, там, за смешные деньги разве можно, ну, купить надо было как-то, наверное, больше покупать. И мне всегда интересно, думаю, какая же сумма должна быть, чтобы он меня купил. Вот. Ну, когда я переезжался, переехал сюда, нам с братом дали по 150 тысяч рублей, и он потом вот так вот, как милоственя, да, как милоственя буквально, как пожертвование добровольное, из-под рубахи, постоянно, короче, ну, вот, вытаскивая деньги, значит, 400 тысяч вот так передал. Это есть в ролике где-то, мама, стояла мама, моя жена, она мою жену отправила спросить, говорит, быстренько спроси, а мама моя знает, что, ну, что её брат не про что, и что потом душу вытряхнет всё за это. Она говорит, иди быстро узнай, мы что-то должны за это, нет? Она его догнала, он был на велике, он говорит, нет, 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 что вы, я вас так люблю, вы ничего не должны. Проходит время, он подъезжает ко мне и говорит, а вот ты дом строишь, а моя доля там есть в доме? Я говорю, нет. И вот тут-то всё потом и началось помаленечку. Вот, то есть он хотел купить, как бы, он видел, что я дом такой строю, в одном из видео он снимает, и говорит, а смотри, какой дом строит, хочет всех удивить. То есть он даже не спросил, не подошёл, почему я такой дом строю, что мой дом был связан с одним человеком, с бабушкой. Вот у меня были видео на этом канале, я похоронил её уже вот зимой этой. Вот, 90 с лишним лет ей было, отмучилась бедная Царствие Небесное. Вот, верующая бабушка, всё, то есть я хотел её дохаживать, как бы, вот с ней как бы было связано. Я вот так смотрю, что как Господь всё благословил, были добрые мысли, я её абсолютно хотел забрать. Но когда я дом построил, она потом уже пришла, уже в старость, говорит, Алексей, я, говорит, уже никуда не поеду, всё. Понимаешь? А этот человек просто снимает, и просто, ну, от себя-то ему в голову пришло, что, а вот там, хочет всех удивить. А что, дома строят для того, чтобы всех удивлять? Да ну нет, конечно. Никита Колесенко дальше пишет, а во многих страх, внушённый манипулятором Игнатием, что ты без него уйдёшь в мир, короче говоря, погибнешь. Вот, да, то есть, всё, ты погибнешь, ты в это, то есть, получается, человек, вот оно, про чё я сейчас говорил, что он очень любит манипулировать, это страшный манипулятор, то есть, это мои родственники там подтверждают, подтверждают то, что как вот, ну, большая беда вот этих всех адептов в том, что они думают, что мой дядя появился вот недавно. А на самом деле, вот там, 80 лет назад, с лишним, 85, и мы это всю жизнь помним, то есть, при нас там, свидетельств каких-то людей и так далее. Никитос, привет, ты сам, живы, здоров, канал в каком-нибудь ютубе ведёшь? Так, ну, я думаю, что такие вопросы не надо задавать Никите, потому что, наверное, тут он всё равно ничего не будет отвечать и правильно. Вы светлые, и мы тоже светлые. Скоро будем строить нашу даотскую деревню, петь песни за Никита Колесникова. Вы великая знаменитость, Никита, где вы сейчас живёте? Ну, я думаю, не задавать таких вопросов, и Никита может не отвечать, потому что, ну, это правильно. Алексей, я правильно понял, что Игнатий купил дом у твоего брата недавно? Игнатий, дядя мой, он никогда не покупал дом у, так, дом у моего брата, купил дом у моего брата у твоего брата недавно. Слушайте, поясните вопрос, я не понимаю, вот какой-то ник Лёша у моего брата, у моего младшего брата, вот там когда, дело в том, что когда мой брат младший построил дом там, и потом выяснилось, что, выяснилось, якобы они не знали. То есть, а если выяснилось, что этот дом стоял на участке Людмилы Ивановны, жены батюшки, и якобы батюшка не знал. Ну, это смешно, конечно, а если он даже по-настоящему не знал, то что же вы за такие мужья, которые ещё говорите, почему я с вами не советуюсь? Ну, вот он, пожалуйста, вот мой, как бы, ответ. Вы, блин, брата кинули, человек вкладывал душу, мы ему помогали строить. И говорят, он довольный. Так что он довольный-то, понятно. Прикинь, дом построил, и отдали ему денег чисто за материалы. А то, что родители там, это вот, ну, это же труд был потрачен. Родители приходили вечерами, это просеивали, опилки эти там, ну, что, старики уже, всё, руки болят, а мы там работали все. Это никто не будет. То есть, ну, никакой совести, ничего, просто так вот денег дали, чтобы, типа, мы замяли этот вопрос. Ну, вот так вопрос не заминается. Вот. Так, рядом с домом был деревянный хлам, с ним получилось разобраться? С деревянным хламом, значит, мы его практически весь перепилили, практически весь. В этом году у меня был срочный мега-рывок на моё новое дело, на малину, поэтому было некогда. Вот. Короче, у меня осталось ещё меньше десяти минут. Так, значит, можно в гости заехать к вам на пять минут? Можно, ну, в гости, может быть, и можно заехать, нужно писать на WhatsApp, давайте договариваться, кто вы, чё вы, как, когда. Вот. Всё как бы можно. Только надо договориться. Игнать говорит, святой, великий человек, клевета на него, это грех, наверное, по-вашему-то. Ну, это, во-первых, не святой человек, здесь единственное, что, во-первых, не святой и не умный, не умный, а самое главное, что не мудрый. К сожалению, вот они, братья Лапкины, очень не мудрые люди, в том плане, что, ну, старость пришла без мудрости, и это печально, великая печаль, что мудрости никакой не было. Потому что, если была бы мудрость, то деревня здесь, то есть, тот вот этот объект, который они, которым Бог даровал, тут было бы сейчас всё по-другому. Вот. Мудрости никакой не было, и всё пришло к тому, что сейчас мы видим. Всё в упадке, всё, вот как тут пишут, говорит, какая семья, никакой молодой семьи, ничего тут нету. Вот. То есть, а должно быть всё не так. 30 лет было. Вот. Бог дал, и человек, ну, люди просто с этим даром не справились. То есть, Бог дал ребёнка, они не смогли его вырастить, воспитать, одеть как-то, ну, это образно сказать. Вот. Зря ты, пишет, зря ты ссоры из избы выносишь. Ну, слушайте, есть ссор, который реально нельзя мне говорить, я здесь никогда не скажу. Всё, что я говорю, это всё есть в роликах, это просто человек, по всей видимости, Данил. Климёнов, видать, он просто не смотрел ролики, не знает, Данил. Вот. Это всё уже в роликах есть, там, на его канале, на нашем канале. Это, как бы, это все знают, поэтому тут, я тут просто поясняю свою точку зрения. Это вообще не именно Иландовна Солопотеряевку с нуля, и все должны ему быть обязаны по груб жизни. Никто ему не должен быть обязан по груб жизни, потому что, значит, сам мой дядя только руководил, да, они получили статус, это очень большое дело. И по Божьей воле это всё было сделано, однозначно, как я уже человек говорю. Значит, но тут полстраны добровольцев строила, сколько наша семья сюда вложила. Моя мама говорит, если я, говорит, сейчас начну предъявлять, ну, что я тут сколько сделала, все, говорит, без трусов останутся. Вот, поэтому просто, ну, кто-то, если не знает, и слушает только одну сторону, только моего дяди, например, что якобы он тут всё сделал, он тут не, ну, не он тут всё делал. Ещё раз говорю, они руководили, да, но тут не он всё делал. И, смотрите, когда я пришёл в техникум учиться, директор техникума мне ни разу не предъявил, сказал, я вот этот техникум создал, короче, вот ты мне должен там. Такого нету. Директор, он что делал? Он развивал этот техникум, новые корпуса, новый там этот полигон, там вагоны стояли, развивал его. И мы были благодарны этому директору, мы его уважали. Вот. Если человек создал что-то, и он этим не занимается, и потом хочет, говорит, чтобы вы, типа, были благодарны, но так не работает, так не происходит. Вот. Ты авторитетно рабатываешь. Вот. А тут, значит, батюшка такую якобы мудрость такую говорит постоянно в отношении своего брата. Сначала ты работаешь на авторитет, потом он на тебя. То есть, о чём речь? Сначала ты вроде как работаешь на авторитет, да, нормально всё, а потом ты несёшь пурген всякий, творишь, что попало, и всё, и как бы тебя уже в рамках святого возвели, ну, кто-то там, и нормально все хавают. Вот, вот про чё как бы речь говорит. Вот. Ну, это абсолютно неправильно, это не по-христиански. Так нельзя делать. Так, а как ваше отношение к барабашу? Моё отношение к барабашу, ну, как, ну, нормально, как барабаш, барабаш. Просто те люди, которые, как сказать, ну, которые, как они говорят, вот, а мы считаем, он наш духовный отец, поэтому мы там что-то не можем. Ну, и пожалуйста. То есть, никто же не пытается тут кого-то переделывать, там, или ещё что-то. То есть, это, ну, он ваш духовный отец. Найдите мне в Библии, где сказано, что если духовный отец, там, старец какой-то грешит, вводит человека в заблуждение, в грех. А насчёт этого почитайте все в седьмом томе, в его седьмом томе «Открытый оком» 52-ю беседу. Начало, буквально начало. То есть, тогда у моего дядюшки, по всей видимости, были ещё какие-то такие прозрения, вот, временами. И вот, буквально начало, там всё пишется, вот, всё, что, как бы, у нас произошло. Вот. И я всё сделал по его методичке. Ну, просто сделал, как мне Бог полагал на сердце. Но получилось так, что я сделал вот так, как он говорил. Вот. Но, к сожалению, видишь, я одному тут адепту сказал, я говорю, что вы даже как адепты вы никакие. Вы почему-то одно слушаете, а другое нет. Вы уж если слушаете его, то вы слушаете его полностью. Вот. А тут, видите. Так, расскажите про Вячеслава Семёновна, что ноги, знаете, прицепились вот так к фанатике. Так, слушайте, ну всё, у нас осталось уже, наверное, больше вопросов не пишите. Так. Отвечаю на последний вопрос и заканчиваем на сегодня. Так, значит, расскажите, Вячеслав, расскажите про... Ну, Вячеслав Семёнов, это что, вот будущий семинарист, абсолютно. Здесь его не просто, как бы, там, типа, там, сырой или какой-то, ну, вообще никакой. Вот. Не в плане, там, обидеть хочу, ничего. Просто, когда я когда-то выступал, когда ещё сидел по правую сторону от моего дяди, я уже упомянул его имя, потому что он тогда уже начал дядю пичкать какой-то фигнёй. Какие-то там масоны, какие-то, зачем тебе масоны? Где апостол Павел говорил про масонов, там, что-то там, бояться кого-то, или там, какие-то мировые заговоры, они вообще не нужны? Вот. И даже донеслись от меня слухи, сообщины с Ползунова, что, вот, значит, Семёнов кормит, значит, моего дядю вот такой ерундой, типа, ну, что за ерунда? Я это озвучил. Вот. Один священник в интернете очень чётко подметил, говорит, что, ну, тоже такой, как бы, известный относительно, говорит, что мой дядя окружил себя дерзкими, наглыми, молодыми людьми. И вот как раз они его топят. Они его топят вообще просто почём свет. Поэтому я бью тревогу. Они его, не поднимают его духовное состояние. Они такие дерзкие, они всякую фигню говорят, не проверивши. То есть, а он им верит и, там, говорит, там, это вот последние тут дела. То есть, ну, это можно, как бы, ну, понять абсолютно неправильно. И в отношении того же Семёнова, тут как-то, я когда ещё, когда ещё меня не изгнали из общины, они исключили в это, батюшка сидел и говорил, говорит, ну, такие священники, пускай где-то там будут, нам такой не нужен. То есть, батюшка, как бы, я, там, в чём-то не согласен с ним, например, но вот в этом вопросе абсолютно согласен. Молодой такой, как бы, всё там, не мудрости, ничего нету. Мне Семёнов говорит, ты чё, типа, у меня есть своё мнение. Я говорю, у тебя своё мнение. Он мне так смешно стало. Я говорю, тебе скажет мой дядя, будешь ходить и плевать в мою сторону. Ну, да, потому что он мой духовный отец. Ну, вот и всё твоё мнение. То есть, никакого у тебя мнения у тебя вообще ничего нету. Вот. И это печально. Печально, что люди не включают мозг. Вот. И поэтому кто-то, я говорю, как из Москвы один человек сказал, говорит, виноват не мой дядя, а виноваты вот эти вокруг него. Потому что они вот так вот сидят, а, там, РТ открыли. И мало того, что открыли, ещё и ему там что-то накидывают. Вот. И он, как бы, в это верит всё и, ну, и правда думает, что он какой-то там непонятный. Так. Только два великих гения на Земле. Герман следил. О, только два великих разрушителя. То есть, сам Игнатик говорил про Германа, что он разрушитель. Вот. Но к тому и к тому тоже претензии есть. И, собственно, как у того и у того есть где-то что-то, может быть, хорошее. Вот. Можно найти. Тогда и церковь, это секта. Там тоже иерархия есть, подчинённые, и никакие замечания. Просто надо кланяться Игнатию, давать десятину жен, заводить только по совету Игнатия. Это справедливо. Так. Ну, тут как-то непонятно. Тогда и церковь, это там тоже иерархия. Нет. Секта. В секте там нет иерархии, там вот только один человек, а вот именно как раз в церкви, та, которая идёт от Христа, там есть иерархия и так далее. Алексей, а на Игнатия не завели дело, что он в лесу самовольно вырыл озеро, тоже грубо говоря. Ну, про озеро тут это, я не знаю тут, а кто что там. Тут у нас никто не хочет работать, на самом деле. Вообще так смешно тут с последними делами. Вообще никто работать не хочет. Зачем вообще эта община, какие плюсы. Дело в том, что деревня, это моя родина. Я её восстанавливал, ну, по мере возраста, сколько-то я был здесь. Здесь моя бабушка, здесь мои родители. Это моя родина. Всё. Господь как бы меня сюда призвал. Я рассцениваю это именно так. Меня сюда никто не звал. Господь призвал, благословил мой приезд, всячески благословил, надавал сверху, надавал ещё больше. Что тебе ещё надо? Какой Бог устроит, хочет устроить планы как бы из меня в моей жизни. Ну, я молюсь и просто, ну, как бы подчиняюсь. Если Бог что-то устроит там, или там Господь зачем-то меня призвал, значит, надо быть готовым это исполнить. Вот и всё. Значит, какие-то мои жизненные качества, они могут здесь послужить именно во благо. Именно вот почему-то здесь. Ну и всё. Я вот так отношусь. Цари и таилы, а все хорошие люди, с рыбы Божьей. Так. Алексей, вас супруга зовёт, пора делать новых линий. Значит, Игнатий сумасшедший дед из ГУЛАГа. Понятна ваша позиция. Значит, Игнатий сумасшедший дед из ГУЛАГа. Не сумасшедший дед, а человек с психическим заболеванием. Это подтверждено справкой конкретно. И это подтверждено, значит, родственниками, значит, которые были свидетельствовать о том, что происходило ещё до того, как он там 23 или 21 год, он говорил, что он уверовал. То есть там были конкретные такие делишки, которые вот, ну, наверное, говорить даже не буду здесь, вот, которые как раз это подтверждают. И все дела его подтверждают, то, что одно с другим не сходится. Слова с делами. У него, он сегодня говорит так, потом завтра так, а потом он лично мне сказал. А я, говорит, что ещё должен за свои слова отвечать. То есть вроде как верующий человек проповедует Христа, где Христос сказал, за каждое слово дадите ответ. А он мне вот стоя там на крыльце, значит, школа, говорит, а я что ещё должен за каждое? Это когда я его призвал к ответу, говорю, кто позвонил, говорю, по берёзкам? Ты, говорю, зачем на меня говоришь? Ну, он там давай такую фигню пороть, вот, а потом вот, типа, такой выдал. Ну, всё. Всех благодарю за вопросы. Значит, по всей видимости, скорость, наверное, улучшилась, да? Наверное. Вот, может быть, потом ещё будет лучше. Всё, уже, как бы, стрим уже даже около двух часов прошёл, я уже тут опаздываю, уже должен идти. Благодарю всех за общение, за то, что присоединились, за то, что задавали вопросы. Отдельным, значит, поклоном Никиты Колесников. Благодарю, что ты вышел. Вот, не теряйся. Нужно говорить всегда правду. Говорите всегда правду, только правду, никогда не врите. Как сказал наш новый министр обороны, ошибаться можно, врать нельзя. А сейчас Владимир Владимирович Путин сказал, что и ошибаться нельзя, и врать нельзя. Вот и всё. Ну, ошибаться, видите, если человек делает, ошибается, это нормально. А если человек просто фигню всякую делает и врёт, это оправдывает, вот так вот точно нельзя. Всё. Значит, всем спаси Христос, всем желаю благополучия, добра. Я думаю, что этот стрим запишется и будет на нашем канале. Всё. До благослови всех, Господь. Все, оставайтесь с Богом. Всё, трансляция завершена. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok